Здравствуйте, меня зовут Ольга Александровна Пастушкова, клуб Красновесье, Воронеж, мастер-керамист. На конкурс представлена мною работа по сказке гуси-лебеди. Леплю я сегодня гуся, дефис лебедя. Морфологические птицы похожи, но больше это будет гусь, поскольку материал диктует определенные условия и гремената кожи. Итак, не часто приходится в практике керамической работать игрушку динамичную. А сегодня будет как раз тот случай. Гусь взлетающий или летящий. Все зависит от положения шеи туловища над горизонталью. Начинаем как обычно с туловища. Грушинитная форма. Моя игрушка к тому же еще и поет, поэтому по желанию можете делать ее свистящий. Ну, у меня автоматически она пошла на свисток. Я сейчас сделаю хвост почти летящего гуся. Немножко грем. Чуть-чуть. Сразу задаем хвост. Я работаю с белой гременью. Поскольку... Ребеди это белые или черные. Ну вот уж черного никак не хочу. Ну, и гуси чаще тоже. Черных среди них нет. Вот своеобразная сегодня конкурсная сказка. И персонаж. И гуси, и лебеди, и птицы сильные, величавые, очень красивые. А русские сказители в этой сказке не просто объединили их в одноцелое лексически, но и сделали могучей, мобильной, темной силой. Этакие разбойники, этакие опричники, ушкуйники по-древнерусски. На службе зла, в образе бабушки. Сравните Андерсона, скалы, дикие лебеди, и нашу русскую сегодняшнюю сказку. Парадоксальный дуализм. Красота на службе зла. Подумайте об этом. У нас без зла не бывает подвигательным. У нас не может тёплой силой быть очень красивой. Не может быть. А ещё как. Получилось. Хороший клощик. Хороший клощик. Хороший клощик. Чуть-чуть. Наверх. Идущий. Брюшко. Брюшко задаём. А теперь шея вместе с головой. Хороший клощик. И так всё-таки это будет больше гуси, чем гуси. Исходя из чисто технических соображений. А вот как и гуси и лебеди упоминаются в другом русском источнике. На булине птицы. А гуси-то на море бояре. Лебеди. Боярские жёны. Соловей при них весёлый. Во всякие игры играет. Всё ведь он бояр потешает. Соловей потешает бояр. Ну а дальше воробей идёт. Воробей в холопах ходит. То есть царствие птицы. Приладили шею. Взлетающая получается птица. Отрывающаяся от земли. Вот она динамика. Мне почему-то кажется, что взлёт он круче полёт. Вот этот отрыв от опоры. В этом есть некий драматизм. Пусть наш гуси будет взлетающий. Гуси не излепите. Хорошая крепкая шея. Гуси не излепите. Гуси не излепите. И работаем голову. В принципе из одного куска. В основном шнуков было делать и туловище. Гуси не шею. Гуси не шею. Гуси не шею. Я уже говорила, что похоже морфологически. Осень лебеди, вот у нас такой аксовый, крыло мощное. И при желании можно сделать хвостик поднимем, вот хвостик у нас будет горизонтальный, хвостик поднимем, крючек поднимем, вверх смотрит, вверх летит. При желании можно сделать ободок, характерный для гусей ободок над клювом. Лобик крутой. И еще найдите эту сказку с монохромными рисунками и картинками Ивана Кузнецова. Книжка выпущена в 70-е годы в серии «Мои первые книжки. Очень большой тиражом. Вот где подлинно русский дух. Ивана Кузнецова» Продолжение следует...